Этот проект задумывался Китаем как современная версия средневекового Великого Шёлкового Пути. С той, однако, разницей, что теперь эта функция не будет подчинена исключительно логистике. Смысл инициативы «Один пояс, один путь» в том, чтобы все вовлечённые в неё территории получили возможность развивать у себя производство и инфраструктуру. Это особенно интересно для стран, которые не имеют выхода к морю. Мы заинтересованы к тому, чтобы в рамках этой инициативы могли быть реализованы важные проекты по развитию инфраструктуры, создание мультимодальных логистических центров вдоль этой пути, создание индустриальных парков для развития производства. Прибывший в Пекин генсек ООН Антонио Гутерриш полагает, что инициатива «Один пояс, один путь» — это новая возможность для достижения целей устойчивого развития. Это наиболее актуальный на сегодня проект, который способствует более справедливой глобализации, а справедливая глобализация является наилучшим способом обеспечить будущее общего процветания для различных стран мира. Термин «справедливая глобализация» возник примерно в то же время, когда появилась новая китайская инициатива. По мнению его авторов, та глобализация, которая возникла в 90-е годы, предоставляла очевидные преимущества западным экономикам с их мощной финансовой системой. Глобальные корпорации могли влиять на экономическую политику менее развитых стран. «Справедливая глобализация» предполагает перераспределение мировых производственных цепочек. Особенно на фоне вот этой самой четвертой промышленной революции, которая сейчас происходит, с роботизацией, с применением искусственного интеллекта. То есть сейчас новый индустриальный уклад складывается на более высоком технологическом уровне. И вот эти страны, в частности Китай, тут, конечно, инициативу взял на себя, они призывают к продолжению открытости и либерализации в мировой торговле и в мировой экономике. Но при этом они уменьшают роль вот этого финансового компонента и призывают к созданию новой системы, основанной системы экономических отношений, основанных на реальном секторе. Не на пузырях, которые надувались финансовой глобализацией, а на отношениях реального сектора, на встраивании всех стран в эти самые новые производственные технологические цепочки. Этим можно объяснить осторожные отношения к китайской инициативе со стороны развитых экономик. Но не только этим. Соединенные Штаты полагают, что проект в первую очередь направлен на стимулирование экономики Китая, а другие страны рискуют попасть в новые финансовые ловушки. Некоторые страны-получатели обеспокоены тем, что финансирование на самом деле помогает китайским компаниям больше, чем их собственным компаниям. Может быть, в некоторых случаях это поощряет коррупцию или вредит окружающей среде. И поэтому мы начинаем видеть некоторый отпор. Мы будем внедрять принципы высоких стандартов доступности и устойчивости в реализацию финансирования этого проекта. Мы создадим основу для анализа приемлемости уровня задолженности в целях предотвращения и устранения долговых рисков. Акценты на долгосрочном успехе и приемлемости долга, о которых заявил господин министр, являются долгожданными шагами по созданию безопасных и долгосрочных проектов, которые принесут процветание в стране, где они создаются. Несмотря на высказываемые сомнения, участники нового международного проекта предполагают, что только в инфраструктуру он способен привлечь более триллиона долларов. Эти надежды подкрепляют и сделанные на форуме заявления. Мы будем и дальше снижать тарифные ставки и снимать различные нетарифные барьеры. Мы намеренно не стремимся к профициту торгового баланса и откроем китайский рынок для мировых качественных продуктов. Мы готовы импортировать более конкурентоспособные, качественные сельскохозяйственные продукты, промышленные товары и услуги для содействия сбалансированной торговли. Подобные обещания лидера страны с полуторамиллиардным населением не могут остаться без внимания больших экономик. Так Италия недавно стала первой страной большой семерки, примкнувшей к этому глобальному проекту. Нельзя исключать, что со временем свое участие в нем активизируют и те страны, которые ныне предупреждают об опасности экономической и политической экспансии авторитарных систем правления. Илья Колосов, Юрий Закревский. Настоящее время. Америка.